здравствуйте уважаемые коллеги я хочу рассказать сегодня каким образом использую интеллект карты в рамках дистанционного обучения и не только наверняка вам всем знакомы возможности этого инструмента и его роль в образовательном процессе и на самом деле вот этих инструментов их очень много я вот нашла такую статью lifehacker где представлены различные платформы для создания этих интеллект карт я сейчас остановлюсь на двух из этих платформ и объясню почему первая платформа она называется mint master она хороша тем что позволяет совместно создавать интеллект карты то есть например он здесь увидите что интеллект карта у меня общее допустим с несколькими людьми еще и она создается в режиме онлайн она визуально очень красивая то есть я могу ее увеличить то есть показать какие-то необходимые фрагменты я могу точно также вывести ее на экран и она будет работать в режиме презентации то есть я могу начать слайд-шоу вот но я что этого делать не буду и она будет работать как интерактивная такая презентация единственный минус заключается в том что аминт дает в бесплатном режиме создавать определенное количество таких карт и больше просто-напросто вы создать чем там 3-4 не сможете управлять вот таким вот небольшим только количеством опять же минус заключается в том что здесь есть такая кнопочка экспортировать которая подкупает всегда кто выбирает минт но все такие необходимые нам до в процессе обучения форматы файлов они к сожалению находятся в платном режиме то есть мы не можем с вами сохранить то что мы здесь создали не а в pdf варианте не в ордовском допустим варианте не в варианте изображения или уж тем более формате презентации то есть все это у нас находится в платном варианте единственное что мы можем получить структуру документы но это будет сплошной просто текст поэтому вот это я считаю главный минус вот это интеллект карты этого этого ресурса по созданию интеллект карты на протяжении вот уже двух лет я пользуюсь вот таким вот очень интересным ресурсом который называется google айти у него тоже есть ограничение по количеству карт но когда я создаю карты я их сохраняю формате pdf или формате картинки и удаляю их отсюда потому что они мне больше не нужны соответственно у меня есть исходная картинка с которой я могу в процессе потом дальше работать чем хорош google айти точно так же мы можем создавать совместное редактирование этих карт он простой в использовании и функционально он ничем не хуже минда нажимаем на плюсик но предварительно конечно я думаю что вы догадаетесь что нужно зарегистрироваться и вы видите что здесь принципе все достаточно доступно до написано то есть мы вводим здесь название если например мы хотим поменять шрифт то здесь нужно выделить и нажать например сделать жирно тогда у нас будет название жирное дальше вот видите загорается плюсик точно так же я могу создавать древовидную структуру такую же как допустим в минде и выделять те необходимые допустим данные для кластера которые мне нужны и она ну я вот не заметила каких-то определенных сложностей допустим у студента то есть я вот могу делать их сколько угодно здесь если мы на правую кнопку мыши нажмем то мы можем удалить эту ветвь если вы нажмете control z то у вас все вернется обратно то есть мы можем отменить эти действия что еще здесь хорошо значит смотрите мы можем комментировать эту интеллект карту если мы работаем с вами в онлайн режиме и раздали ее студентам соответственно мы можем значит скачать этот документ формате pdf картинки что приезжает меня всегда вот в таких инструментах потому что работа проведена большая да и хочется результат этой работы где-то продемонстрировать например в презентации в защите опять же допустим курсовой работы дипломного проекта то есть выставить куда-то виде картинки как определенный иллюстративный материал то есть это тоже возможно то есть мы выбираем просто формат и сохраняем точно также мы можем с вами поделиться смотрите то есть каждый может просматривать диаграмму вот вы можете поставить здесь как бы доступ что вы не ограничиваете приватность это публичная диаграмма вот нужно поставить такую галочку и потом вы уже можете собственно говоря вот здесь отправлять эту диаграмму своим друзьям знакомым коллегам студентам если вы хотите чтобы они каким-то образом ее дополнили можно например а тему давать общую для студентов да и для каждой группы давать какой-то определенный такой пункт которой они должны запомнить то есть почему бы и нет да то есть такое тоже может быть и вот заметьте что мы можем добавлять сюда текста мы можем вставлять сюда опять же ссылочку мы можем добавлять изображение И мы можем использовать различные эмоджики, которые здесь есть по умолчанию. То есть они вот здесь вот так вот представлены, вот эти вот такие красивые иконочки. То есть мы их можем добавлять в эти интеллект-карты. Я не думаю, что она чем-то визуально хуже смотрится, чем интеллект-карта в Минт. Она более функциональна и в процессе обучения мы можем с вами ее использовать потом, когда уже студенты качественно, допустим, там проработали, вы ее проверили. Это уже готовое такое дидактическое пособие. В очной форме мы можем раздавать это на занятиях. Сейчас я, например, задаю прочитать какой-то объемный текст и сделать по нему интеллект-карту. То есть это позволяет мне судить, что студент действительно прочитал, сделал определенные умозаключения, разделил текст на небольшие группы, выделил основные мысли и вот таким вот визуальным способом, да, то есть он законспектировал этот текст. Плюс ко всему мы можем создавать, например, интеллект-карты по теме. Ну и она у вас хранится. Я сейчас обратно вернусь. Она у вас сохранилась. Вот здесь вот этот, который вы только что создали. То есть мы можем использовать разные варианты. То есть вот у меня еще здесь есть последний, который я не удалила. Вот, потому что еще есть возможность создавать новые. То есть вот таким вот образом это все выглядит. И я могу потом это все распечатать и представить уже для других студентов. То есть дать им, допустим, для анализа, для какой-то корректировки. То есть видите, все очень хорошо двигается, все очень подвижное. И вы можете свой дизайн здесь делать. Но есть, конечно же, ограничения. То есть вы понимаете, что вы используете ресурс бесплатно. Поэтому не все функции, они, конечно же, доступны. Но вот то, что есть, то есть. И я считаю, что это можно использовать. Большое спасибо за внимание. Буду очень рада, если вам покажется это видео полезным. Спасибо.